Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Как уже было заявлено, наш канал проводит цикл программ, посвященных здравоохранению. В вопросах, касаемых и граждан, и, естественно, внутри медицинского сообщества очень много вопросов, которые мы хотим вместе с вами осветить, найти ответы на них. И сегодня у нас уникальная возможность, сегодня в Твери, очень важный, интересный гость нашей программы, эксперт. Это Домников Анатолий Иванович. Анатолий Иванович является председателем профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, а также председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Ну, а поможет ему сегодня, естественно, наш уже достаточно частый гость, председатель Тверской областной организации профсоюзов работников здравоохранения Грек Вячеслав Анатольевич. Друзья, наверное, очень сложно сейчас обрисовать тот круг вопросов, который хотелось бы нам осветить в рамках сегодняшней программы. Их очень много, тем более пользуясь тем, что у нас сегодня в гостях Анатолий Иванович, и очень много вопросов хотелось бы действительно задать и услышать ответы, что называется, из первых уст. Потому что вы все-таки общаетесь и с министром, периодически сверяя часы, координируя работу и деятельность общественного совета. А вы занимаетесь вопросами защиты профессионального сообщества, потому что вы в двух ипостасях. И мы знаем, что сегодня состоялось очень важное мероприятие. Что это за мероприятие было, Вячеслав Анатольевич? Да, добрый. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас сегодня состоялось заседание областного комитета Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения. И посвящено оно было социальному партнерству. Как раз взаимодействие между представителями работников и работодателями. Это очень важный момент, потому что все вопросы, все проблемы, которые возникают у работников, они решают через представителей от работников профсоюзы. А профсоюзы уже налаживают отношения с работодателями через социальное партнерство. То есть это очень важная тема. И мы прекрасно знаем, вот мы уже затрагивали в предыдущих программах, в частности такие вопросы, как, знаете, наверное, коронавирусная инфекция обнажила целый ряд проблем. Во-первых, она все-таки изменила в обществе отношение к врачам в целом, потому что действительно врачи – это полубоги сегодня. Те, кто, особенно находясь в красной зоне, работал, рискуя своей жизнью и здоровьем. Что говорить о первичном звене, где люди, не получая больших доплат, все-таки подвергали свою жизнь и здоровью риску и спасали жизни и здоровье других. Но в то же время есть у нас, как мы с вами знаем, те дельцы, кто, прикрываясь вот этой личиной, пытается зарабатывать деньги вместо того, чтобы оказывать медицинскую помощь, и весьма сомнительные услуги предоставляет. То есть, вот эти темы, они тоже у нас никуда не уходят. Мы будем говорить об этом. Но, в первую очередь, хотелось бы все-таки задать вопрос о сегодняшнем мероприятии. Анатолий Иванович, как вы его оцениваете? Каков потенциал профсоюзной организации здравоохранения Верхневолжья? Какие акценты вы хотели бы отметить? Да, ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Николаевич так преподал вообще вот это мероприятие, которое у нас происходило сегодня, что у меня сложилось ощущение, что он был вместе с нами, да, Вячеслав Иванович? Прям вопросы, вот именно те вопросы, которые поднимали люди сегодня, выступая на нашем пленуме. И действительно, наверное, в первую очередь звучало, что изменилось отношение общества к работникам здравоохранения. Если полтора года назад, до начала пандемии, было одно, и в основном критическое, и в основном негативное, чему немало способствовали средства массовой информации, надо сказать, то сейчас ситуация поменялась просто в корне. Потому что люди увидели тот труд медицинского работника, который существует. Вот те люди, которые находились, которые сами лежали в красной зоне, они все в один голос говорят спасибо докторам, спасибо врачам, они спасли и вытащили с того света, и так далее, и так далее. Они все видели этот титанический труд, который существовал. Это вот то, что на поверхности лежит, да. И абсолютно справедливо вы сказали, что совершенно оказался невидим труд первичного звена. Потому что нет такого количества средств индивидуальной защиты. Человек не понимает, идя, например, куда-то там к пациенту, то ли там есть ковид, то ли нет ковида. И защита совершенно не такая, как у врачей в красной зоне. И в то же время сталкиваются по полной программе с очень тяжелыми пациентами. Заболевает очень тяжело, и очень многие погибли. Вот сегодня один из главных врачей как раз сказал о том, что в результате вот этих всех потерь, которые произошли, многие переболели, наши медицинские работники первичного звена, и не вернулись после этого. Особенно те, которые уже были солидного возраста, пенсионного возраста и так далее. Это же потребуется теперь еще и реабилитация. Многие столкнулись, знают теперь, что такое ковид, и понимают, что реабилитация теперь потребуется после этого. И наши возрастные медицинские работники, к сожалению, тоже ушли из профессии. И это проблема, потому что и без того кадровый дефицит, который существовал, он увеличился еще больше. Профессиональное выгорание. Профессиональное выгорание. В связи с тем, что сегодня тоже на пленами неоднократно ставился вопрос, что представитель инспекции по труду подняла острейший вопрос. Их проверки, которые проводили, выявили несколько случаев 200-часовой переработки, то есть, 200 часов человек работал без перерыва. То есть, это 10 суток человек вышел и 10 суток работал, не уходя ни домой, никуда. И это зафиксировано. Это на грани уже вообще понимания. Это документально зафиксировано. И, с одной стороны, наверное, это ребята молодые, понятно, у которых есть здоровье. Я понимаю, что они где-то там урывками, может быть, и поспали и так далее, но 10 суток подряд, но это за грани. А почему этот вопрос она подняла? А по той простой причине, что она сказала, что давайте обратим внимание на то, что 2020 год, ковидный год, показал вдруг всплеск профессиональных не заболеваний, а что у нас в два раза произошел... Травматизм. В два раза увеличил травматизм. Почему он увеличился? Ну, если работать 10 суток подряд, то что это будет? Человек на автопилон. Конечно. Это первое. А потом второе, вы посмотрите, еще, это мы сейчас коснулись только травматизма. Естественно, вырастает травматизм в разы. Вот он и вырос в два раза. А еще же у нас и, вдобавок ко всему, врачебные ошибки. А при усталости доктора тоже и врачебные ошибки. Вот они проблемы. Вот они сразу видны. Вот сегодняшнее обсуждение, оно дало... Вот все-все эти вещи. Мы обсуждали вопросы кадровой обеспеченности, кадровой несостоятельности, маятниковой миграции. Почему? Почему всем очевидно и понятно, что это заработная плата в основном. Вот мы сегодня из Москвы сюда приехали буквально за час небольшим, а мы уже здесь. И я точно так же понимаю, что, ага, но только ведь час с небольшим езды, а зарплата будет различаться в три раза. Это что, разве нормально? Нет, это не нормально. И мы, конечно, ставили этот вопрос в профсоюз работников здравоохранения уже многократно и давным-давно. И это произошло потому, что мы отдали полномочия субъекта Российской Федерации по здравоохранению. И каждый субъект Российской Федерации начал изобретать велосипед. То есть, они, собственно говоря, сделали собственные оплаты, системы оплаты труда. И в результате эти системы оплаты труда настолько разнятся по всей стране, что даже не подвергаются классификации. Мы, когда начали заниматься с Минтрудом и Минздравом, вот этими вопросами начали их изучать, то одно из первых заседаний, которое у нас было, нам должны были представить представители Минтруда, сколько систем, значит, различных систем оплаты труда существует в Российской Федерации. И в результате они не смогли ответить на этот вопрос. Потому что, вроде бы, логика 80 субъектов, 80 систем. А по факту оказалось, что дальневосточные все субъекты Российской Федерации, они вообще делегировали это каждому главному врачу право. А если вот только у Вячеслава Анатольевича 100, например, лечебных учреждений, 100 систем оплаты труда только в одном регионе, понимаете, что произошло? Мы сейчас не можем свести. Вот сейчас вот этот вопрос важнейший. Мы его обозначали, что без его решения мы вообще ничего не решим. Будет вот эта самая маятник виграции. Ну, разве сложно человеку сесть в машину и проехать 100 верст? Да несложно. Вот он уже... А, Леонид Иванович, мы это очень остро ощущаем, находясь между двумя мегаполисами. Конечно. А у вас особенно. Да, еще и в другую сторону мегаполисов. Хочешь туда, хочешь. Для удобства в любую сторону можно поехать. Но мы с вами чуть-чуть иронизируем, да, хотя не до иронии тут, потому что это серьезнейшая проблема, а решать ее надо. И вот сейчас, как раз буквально неделю назад, законопроект начал согласовываться, было принято решение правительства, постановление правительства о том, что начинаем пилот, пилот наконец-таки. К сожалению, в этом пилоте нет пока еще конкретики, от какой стартовой суммы мы стартуем, да, и нет решения, какие будут территориальные коэффициенты, а это главное. Если мы не решим вот эти два момента, то будет практически то же самое, что сейчас. Единственное, что, так сказать, основы, которые заложены в этом документе, там черным по белому написано, что ни в коем случае ни в одном из субъектов нельзя снизить планку, снизить заработную плату. По логике вещей, если у тебя одна и те же, одни и те же деньги на выравнивание заработной платы. Значит, что ты должен сделать? У кого ты должен отнять, а кому-то повысить. Иначе быть не может. А здесь понятно, что будет прибавка, это уже хорошо, потому что ни у кого не отнимают. Значит, нужно просчитать и сделать так, чтобы коэффициенты все-таки выравнивали ситуацию. Я далек от мысли о том, что это удастся решить прямо с первого раза абсолютно точно. Это понятно, что будем, вот сейчас как раз начнется, вот этот трехмесячный период уйдет на то, что вот эти семь пилотных территорий, которые сейчас определены, они начнут разрабатывать вот как раз вот система, как они это все видят. В конечном итоге, я так думаю, что вот эти три месяца уйдут на то, чтобы мы определились вообще, какие системы будут, сколько их будет, может быть, все семь, да, если все территории, может быть, три, может быть, две системы мы определимся, но мы определимся, что будет вот какое-то количество систем. Дальше, получается, мы даем возможность с сентября и до января пробовать эти системы, а дальше мы подводим итоги и определяем из них наиболее эффективную, подходящую для всех или подходящую для каких-то части, оставляем одну-две системы и начинаем внедрять уже со следующего года. Поэтому вот появляются какие-то реальные перспективы. Первое, активная работа, активная фаза работы началась, и мы начинаем это воплощать в жизнь. Дальше, получается, вот сейчас будут самые активные споры, которые могут только существовать. И вот меня, конечно, так сказать, окрыляет то, что мы все-таки приступили к решению этой задачи. А она никуда не денется, ее поставил президент страны, и поэтому хотелось бы, не хотелось бы кому-то, она точно будет решена. Раз она будет решена, вот началось воплощение ее в жизнь. Это чрезвычайно важно, действительно, для того, чтобы изменить эту систему, почувствовать, что механизмы закрепления кадров, урегулирования вопросов трудовых отношений, в частности, по заработной плате вопросы очень острые, они начнут решаться. Я так понимаю, что это вот уже сегодня стало краеугольным камнем, вокруг ломается много копий, и такого унифицированного, какого-то универсального рецепта до сих пор еще не выработано. Может быть, в пути удастся действительно установить одну из систем, или все системы, потому что все-таки кустовой метод для России, он будет достаточно понятен. Особенности регионов их никто не отнимал. Часовых поясов только сколько у нас, мы с вами понимаем. Конечно, конечно. И крайний север, и крайний юг, это понятно, да, это все понятно. Конечно, особенности будут обязательно, но просто они не должны так различаться. Но вот мы с вами сравнили, смотрите, Москва, Московская область и Тверь, три региона, и разница в сто с лишним километров, да, и разница в заработной плате в три, а то и в четыре раза. У врача одной и той же специальности. Это что за дискриминация? Как закрепить тогда врачей в Верхнем Волжье, понимая, что вот таких механизмов и чудес не бывает? Конечно. Если будет выработана вот такая универсальная система, которая позволит устанавливать централизованно оклады и уже внедрять вот какие-то коэффициенты, которые могли бы нивелировать вот эту систему отношений, это... А это, вы знаете, перекликается как раз вот ровно с тем, что мы начали, что 200 часов работы подряд, да, зафиксировано. И люди начинают устраивать себе маятнику и миграцию, причем сами объединяются, едут в Москву или в ближайшую под Москву и снимают там, например, квартиру на троих, на четверых и так далее, и начинают вахтовым методом работать. Они уехали, там недели две работают, потом приедут домой, отоспятся неделю, потом опять туда. Это вот, конечно, потому что... Ну, это на качестве же сказывается. Конечно, конечно. И мы все прекрасно это понимаем. Это сказывается, в первую очередь, на здоровье. На их самих. Их самих. Это сказывается на здоровье их пациентов. Поэтому этого быть не должно. Поэтому получается, что в настоящий момент вопросы охраны труда, они приобретают просто колоссальное значение. И недооценивать их нельзя. Анатолий Иванович, вот сегодня мы с вами понимаем, что различные политические настроения существуют в обществе. И молодежь, как правило, она бурлит, она революционна, по сути, своей. А есть ведь, допустим, уже отработанные механизмы и инструменты для того, чтобы защитить свои права. Я сейчас говорю как раз о профсоюзах. Я говорю о профсоюзах. И хотелось бы как раз обратить внимание нашей зрительской аудитории. У нас не только телезрители, у нас и радиослужители. Потому что мы вещаем сразу и на чистоте нашей. Вопрос в том, что, скажите, как сегодня профсоюз готов отстаивать права своих членов? Каким образом все-таки идет такая мобилизация? Потому что я думаю, что большее количество членов профсоюзов делает организацию более жизнеспособной, стойкой и, скажем, результативной. Конечно, да. Какие тренды здесь? Здесь вот один из самых наиважнейших трендов, которые есть сейчас в профсоюзе. И вот как раз именно ему сегодня был посвящен наш пленум. И на этом пленуме мы обсуждали вопрос социального партнерства. Потому что вот многие говорят о том, что есть профсоюз, нет профсоюз, виден он, не виден он в лечебном учреждении и так далее. И зачастую, когда мне задают вопрос, а как нам поднять профсоюзное членство в конкретной больнице? Вот назовите нам 10 каких-то точек, и мы это выполним, у нас будет профсоюзное членство 100%. Невозможно этого сделать. Потому что получается... Каждый случай индивидуальный. Конечно, каждый случай индивидуальный. Потому что мы должны, первое, взять и протестировать людей, которые работают в этой больнице, и спросить. Ребята, вы чего хотите от профсоюза? Вот вы конкретно. И мы с вами получим абсолютно разные результаты. Одна ЦРБ нам скажет, что мы хотим выезжать... На отдых. Вышний волочок. Мы хотим выезжать на отдых. Мы хотим еще что-то и так далее. Ну, развлекуха какая-то, да? Или кто-то скажет, а мы спорт уважаем, мы будем деньги профсоюзные на спорт направлять, еще на что-то и так далее. Ну, хорошо, замечательно. Это сплачивает коллектив. Это все... Но только это одностороннее. И очень-очень одностороннее. Очень узко. Да, очень узко. И здесь, как видите, нет никаких элементов защиты. Здесь элементы развлечения, да? А вот как раз-таки, если нам отвечает коллектив о том, что они хотят только развлекаться, я понимаю, что коллектив очень далек от социального партнерства. Он ничего не понимает вообще в деле защиты себя самих любимых от работодателя, значит, от главного врача и от Министерства здравоохранения и так далее, и так далее. Вот. А если в другой ЦРБ мы делаем и получаем, что нет, мы, вообще-то говоря, пропишем все в нашем коллективном договоре, что должно быть какие преференции, сколько больница денег заработала, и куда она эти деньги направила, она, так сказать, предусмотрела какие-то преференции или не предусмотрела нам, да, работникам. Вот мы же заработали, заработали, вот эту часть мы, там, зарплата, вот эта часть, там, ну, понятно, там, лекарства, там, еще что-то и так далее, все-все-все, и у нас какая-то часть осталась, отдайте нам их для того, чтобы мы решали какие-то свои определенные проблемы. Вот это коллектив другой, он зрелый, он понимает, что при помощи коллективного договора он может участвовать в управлении собственной организацией. И, значит, тогда, получается, да, и все должны четко совершенно понимать, что не бывает ничего всего и сразу, да, сразу ничего не рождается, нужно постепенно двигаться, и поэтому, получается, вот мы сделали коллективный договор, который включил вот такие-такие преференции, понятно. А главный врач, он тоже, если мы с него очень много потребуем, а он должен понимать, а если завтра катаклизм какой-то случится, типа того, что у нас произошло сейчас, да, с ковидом, то как он выполнит те договорные пункты, которые у него внесены в этот коллективный договор? А там на минуточку внесена очень интересная вещь. Если вот этот коллективный договор, который мы как партнеры исполняем, с одной стороны главный врач, который, например, оплачивает дополнительные дни отпуска, еще чего-нибудь, и это же деньги, да, деньги, значит, и вдруг у него экономическая ситуация изменилась, и как он это выполнит? Значит, если он не выполняет, то тогда мы, как профсоюзы, вправе применить и протестные действия, активные формы действия, включая забастовку, да, то есть, получается, вот он договор, есть договор, ты выполняешь его, мы все нормально, мы как бы тебя уважаем и как бы поддерживаем, и все нормально, договорные отношения свои выполняем. То есть, есть механизмы законного отстанивания своих прав, и они работают, важно об этом знать. Да, работают, и важно об этом знать. Они где-то работают лучше, они где-то работают хуже. Где-то главный врач подавил всех и сказал, что нет, мне плевать на все это дело, я тут царь и бог, и так далее, и так далее, да, и не дает, даже если есть грамотный председатель профсоюзной организации, не дает применять вот эту вот схему, которую можно применять, да, тогда вот для этого мы с Вячеславом Анатольевичем и существуем, потому что получается понятно, что председатель профсоюзной организации, он, как правило, работает в этой больнице, да, и несмотря на то, что его профсоюз защищает от волюнтаризма врача, главного врача, если он его применит, но тем не менее, все равно, получается, он зависит так или иначе, да, его можно уменьшить, ему заработную плату, уменьшить еще что-то, зачем можно поддавить его каким-то образом, но тогда, получается, в дело вступаем мы, потому что на то мы и мощная организация, представляющая все этапы, что называется, то есть вот он не один на один остается, а сразу появляется областной комитет, который, специалисты которого, юристы которого приезжают и берут под опеку этого профсоюзного лидера, да, и начинают и помогать ему все эти вопросы продвигать. Значит, если они потребуются, значит, он поднимает вопрос на воле высокого уровня, на федеральный, и я на федеральном уровне решаю этот вопрос с федеральным министром. И мы в 90% случаев находим варианты решения этого вопроса. То есть существует действующая вертикаль, которая направлена на защиту законных прав сотрудников отрасли. И здесь, вот прямо в продолжении, вы смотрите, что может произойти, какая вещь. Вот нам важно, чтобы профсоюзные организации были мощные, чтобы они представляли, ну, как минимум 50% списочного состава работающих. Тогда в таком случае 50 плюс 1, значит, профсоюзная организация безоговорочно по законодательству Российской Федерации заключает коллективный договор с главным врачом. Вот с одной стороны, вот это профсоюзная организация, которая 50 плюс, и плюс главный врач. Все заключается. А вот если мы, не дай бог, снизили эту планку, ушли ниже сюда, то тогда вопрос резко осложняется. Подвисает. Подвисает. Потому что тогда в таком случае, значит, по закону, с кем может заключить, решает коллектив. Во-первых, попробуй собери коллектив. Особенно у нас в медицинских учреждениях, где посменно все работают. Это раз. Во-вторых, хорошо, можно собрать конференцию. Можно и конференцию собрать. Собрали конференцию, но это тоже довольно сложно. Хорошо, даже мы это сделали. Теперь попробуй объясни людям, почему не профсоюз. А, значит, а если не профсоюз, то кто? Тогда получается, даже если профсоюз меньше этой численности, ему может конференция поручить исполнять эти обязанности и заключать коллективный договор от имени всех работников. А может решить и по-другому. Он может решить, сказать, у нас есть, например, активный Иванов, и вот этот Иванов пускай решает вопрос. Вот он активнее, чем наш профсоюзный лидер. И тогда в таком случае получается, та самая ситуация вертикали нет. Потому что получается, хорошо, вот он руководитель, а я вот тот самый активный профсоюзный лидер. Я пришел к руководителю и говорю, давай заключать коллективный договор. Вот я хочу, значит, чтобы у нас было 7 дней к отпуску дополнительных оплачиваемых. Что он мне на минуточку скажет? Он скажет, я представитель работников, да. Значит, дальше получается он, ладно, он начинает просто тихо сопротивляться и как бы спокойно не дает мне это сделать. Если в нашей схеме мы можем вопрос поднять на более высокий уровень и решить его давлением сверху, да, то здесь некуда поднимать. Они сами избрали одного человека. Вот этот один человек сидит, доказывает главному врачу о том, что нужно сделать так, а главный врач говорит, нет, я так сделать не могу, у меня денег нет. Извини, я к тебе хорошо отношусь, но денег у меня нет, и все. И что ты с этим сделаешь? Ничего. Поэтому получается, чем крупнее и мощнее профсоюз, тем больше шансов решить любой вопрос на любом уровне профсоюзной структуры. То есть прямая заинтересованность у сотрудников сегодня, наверное, быть защищенными. Ну, конечно. Вот в том-то все и дело. И смотрите, еще какая интересная выливается ситуация. Вот когда мы заключаем социальное партнерство, которое существует, оно существует на федеральном уровне. Раз. Мы опустились на уровень субъекта федерации. Губернатор с одной стороны, работодатели с другой стороны, профсоюзы со стороны работника. Три стороны. Непримиримые антагонисты. Работодатель, потому что у него одно на уме выгода. И работники, которые должны заработать как можно больше. И власть, которая пытается понять, кто из них прав, примирить их, сбалансировать, чтобы все работали с одной стороны. И чтобы рабочие места были с другой. Не придавите, так сказать, окончательно работодателя, чтобы он рабочие места давал. Непростой компромисс. Очень непростой компромисс. Очень непростой компромисс. Но компромисс. Вот наблюдение. А у нас ситуация немножко другая. Потому что у нас получается не трипартизм, а двупартизм. Потому что сейчас, получается, работодатель в одном лице выступает. Он же и работодатель, он же и власть. И поэтому, получается, Вячеслав Анатольевич заключает отраслевое соглашение с Министерством здравоохранения. Который в данном случае выступает и работодателем, и органов исполнительной власти. Да, совершенно верно. И поэтому, видите, какая интересная штука получается. Поэтому всех тех, кто под Министерством здравоохранения, мы еще, скажем так, можем договориться с ними. А вот зарождающееся и уже так буйным цветом расцветающее частное здравоохранение, оно вот как раз сюда никуда не попадает. Потому что его в данном случае никто не регулирует. А здесь вопрос возникает, сколько, например, частных учреждений входит в состав областного комитета Вячеслав Анатольевич. И я почти уверен, что он мне ответит ноль или близко к этому. Почему? Потому что там главные врачи или руководители, а уже там-то как раз работодатели конкретные появились. Потому что еще вопрос, кто такой главный врач? Он наемный работник. По сути, он не работодатель, а функции работодателя выполняет, но он наемный работник. А вот здесь есть уже собственник. И вот этот собственник, он сразу говорит себе, а что мне даст профсоюз? А профсоюз начнет меня регулировать. А раз он начнет меня регулировать, то мне это надо, а мне это не надо. И у нас пока вот дикий капитализм. Мы не преодолеваем никак стадию дикого капитализма. Из этого надо выходить, в том числе и мы стараемся вести просветительскую деятельность в этой части. И спасибо вам огромное. Очень вовремя нужна такая деятельность, она очень-очень важна. Причем могу сказать еще, продолжить эту мысль. Смотрите, вот когда мы, например, говорим о диком капитализме и так далее, вот когда мы говорим о крупных корпорациях, то там уже социальная ответственность появляется. Потому что там руководитель прекрасно понимает, что, слушайте, надо в конечном итоге уважительно относиться к своим работникам и так далее. Нужно и профсоюз иметь, и с профсоюзом договариваться, и цивилизованно решать все вопросы. Цивилизованно решать. И мы возьмем все крупнейшие наши предприятия, они все до одного имеют профсоюзную организацию. Причем сильные организации, причем с высоким профсоюзным членством, близким к 100%. Поэтому здесь у нас есть, с одной стороны, и государственные организации, которые имеют профсоюзы и развивают профсоюзы, и понимают, что это необходимо. И с другой стороны, вот эта самая ситуация, уже крупные коммерческие организации, предприятия, компании, которые тоже этим же занимаются. Здесь, опять же, разница в том, что, насколько мы с вами понимаем, кто-то работает в белую и на результат, а кто-то, так скажем, местечково. И ищет время для того, чтобы для себя создать наиболее удобные условия, что называется, срубить, как говорят, по-легкому. И на этом делу конец. Вот, поэтому зарплата и в конвертах, поэтому все. А это и пенсии, и все остальное. Какой же профсоюз пропустит зарплату в конвертах? Просто тогда не профсоюз. Ну, хорошая практика, в частности, вот сейчас, куда на частном предприятии пустят представителя профсоюза посмотреть бухгалтерские документы? Да никуда. Ну, мы с вами понимаем. Вот здесь как раз-таки, получается, мы коснулись с вами в предварительном разговоре о том, что существует масса общественных организаций, да, возможно, мы еще этого коснемся. Но, с другой стороны, я когда проанализировал и посмотрел вообще вот те общественные организации, которые в здравоохранении существуют и работают на настоящий момент, то выясняется, что их много, они действительно есть уже и довольно крупные организации, и весомые организации, все, но только ни одна из организаций не регулируется законодательно. А вот профсоюз неоднократно регулируется законодательно, в том числе соцпартнерство, в том числе вопросы, касающиеся специальной оценки условий труда и многие-многие другие. То есть, это законодательно прописано. И поэтому, получается, в том числе, и вот вы когда сказали, а кто же их пустит в финансы? Это законом предусмотрено. Другое дело, что если работодатель туда не пускает, значит, он нарушает закон. Ну, мы с вами знаем, что такое у нас, к сожалению, не так уж редко имеет место быть. Да, но мы должны отдавать и работодателе, или главные врачи, которые исполняют функции работодателя, да, они должны чётко себе отдавать отчёт. Мы, они нарушают закон. И рано или поздно ответственность за это наступит. Если вы не возражаете, я бы сейчас, Вячеслав Анатольевич, попросил так очень коротко сказать, вот какие, пользуясь вот такой редкой возможностью, да, всё-таки я надеюсь, что она не такая редкая, и вы у нас будете гостем желанным, и всегда мы открыты к сотрудничеству. Что бы вы хотели как раз вот сейчас обозначить для того, чтобы, может быть, и помощь Анатолия Ивановича тут смогла быть полезной? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Анатолия Ивановича, что вот первый регион, в который он приехал, после своего избрания председателем ЦК профсоюза работников здравоохранения, является Тверь. – Символично. – Да, это символично. Ну, тем более, что Тверь с Москвой там всегда, значит, конкурировали, а здесь, значит, в качестве помощи. Вы знаете, это очень важно, потому что вот эти проблемы, которые у нас по кадровый дефицит, заработная плата, ведь у нас, вот вы же знаете, у нас заработная, должностные оклады у врачей 7600 рублей. Вот мы уже неоднократно об этом говорили. И вот сегодня Анатолий Иванович сказал, что как раз правительство вынесло проект на обсуждение по новой оплате труда. И как раз там, Анатолий Иванович, значит, федеральные профсоюзы, значит, Федерация независимых профсоюзов тоже участвуют в обсуждении этого проекта. Потому что нам на сегодняшний день мы должны чётко понять, чтобы это было неформально, вот так вот провели этот проект, а чтобы там действительно было повышение должностных окладов. Чтобы действительно… – Чтобы люди почувствовали в конце концов, что это не просто разговоры, а то, что это реальная забота о них. – Вы знаете как, вот сегодня с Анатолием Ивановичем мы были как раз у наших социальных партнёров. Это, знаете, очень хороший знак, то есть все захотели встретиться, исполнительные органы власти захотели встретиться с Анатолием Ивановичем. Это очень важно. Потому что им тоже интересно, а как дальше будет профсоюз работать, как он будет защищать, как изменится ситуация с местами, с занятостью. Потому что здесь же мы тоже принимаем активное участие, это на уровне трёхсторонних комиссий, на уровне Российской Федерации. У нас трёхсторонняя комиссия на уровне Тверском регионе тоже должна быть, она должна работать. Потому что именно там мы решаем все проблемы, вот как раз мы тоже об этом сегодня говорили. Между Министерством здравоохранения и представителями работников в лице профсоюза должно быть заключено отраслевое соглашение. Мы сегодня как раз Анатолием Ивановичем были у заместителя и председателя правительства Березина Дмитрия Борисовича. Как раз он курирует здравоохранение. Вы знаете, он очень активно спрашивал, какие вопросы, какие проблемы, как помочь, что у нас с отраслевым соглашением. Надо сделать всё, чтобы были дополнительные какие-то преференции у нас в Тверском регионе, дополнительные гарантии для наших медицинских работников, чтобы они не уезжали в Москву, в Подмосковье. Вот это очень важно. Это да, это и защита по, значит, это и улучшение условий труда, да, это и заработная плата, это и молодёжная политика, это и наставничество. Сейчас же это популярно. Вот сегодня как раз на нашем пленуме выступала Татьяна Николаевна Соцкая, это директор медицинского колледжа. Вот она как раз сказала, мы выращиваем замечательных специалистов, значит, обучаем, но когда мы их отправляем в медицинские учреждения, ну, кто-то должен взять курацию над ними, наставничество. И вот как раз здесь вопрос прозвучал, а вот здесь бы профсоюзная организация и взяла бы его к себе, и помогла бы ему адаптироваться в коллективе. Ну, интересный подход. Вот здесь, смотрите, у нас вот всё-таки уже неоднократно прозвучала любопытная вещь. Мы говорим о кладе у медиков, там, 7 тысяч у врача, но это объективно действительно пока так, и это стыдно, вот то, что такое происходит. Но давайте мы посмотрим другую сторону. Вот поступают в высшее учебное заведение медицинские средний конкурс один из самых высоких. Значит, всё-таки престиж профессии существует. Да, престиж существует, существовал. Надеюсь, будет существовать. Сегодня очень оптимистично воспринимаются слова, которые мы услышали в послании Федеральному собранию из уст президента нашей страны, когда речь идёт об увеличении бюджетных мест в вузах. Говоря о том, что вот и то, что 75% от количества этих бюджетных мест ориентировано будет для того, чтобы остаться в качестве готовых специалистов в регионах. То есть, вот это оптимизм определённый внушает. Но это должно решаться комплексно, Анатолий Иванович, именно с теми мерами, которые вы озвучили. Если не будет урегулирован вопрос оплаты труда и, скажем, вот такого подхода универсального по стране, то так и будет перетяжка в более богатые субъекты, где, естественно, есть большие возможности. Ну, прозвучало такое тоже, да, и ещё плюс звучит в полный голос закрепление кадров, как раньше было про распределение. И Леонид Михайлович Рошаль продвигает эту идею, наш знаменитый доктор. И, скажем, некоторые другие его поддерживают в этом смысле. Но всё равно президент неоднократно, как бы, обсуждая, участвуя в обсуждении этой темы, всегда говорит о дискриминации определённой. Значит, каким образом её преодолеть? А почему тогда студенты-медики будут в такой вот дискриминации находиться, окончивавшие институты, а другие никакого распределения иметь не будут? Да, вот это же несправедливо, да, как преодолеть конституционные нарушения, да. Поэтому сейчас вот есть такой вот поиск, вот такое закрепление, всё. Ну, закрепление можно же и разными другими вещами закреплять, да. Значит, тогда надо предусматривать просто преференции определённые, да. Но здесь за этим сразу потребуют. Если мы возвращаемся к прообразу хотя бы того, что было, молодые специалисты, там, в социалистические годы, да, значит, но там же, это же было целое понятие молодые специалисты, там же, получается, у каждой территории были обязанности принять этого молодого специалиста и обеспечить его жильём и многими-многими другими вещами, чтобы он не нуждался, приехав в другую совершенно местность. И поэтому здесь вопрос, конечно, тоже. Вот сегодня мы когда говорили опять о сортс-партнёрстве и так далее, и обсуждаем, что, ну, вот, Вячеслав Анатольевич, зная, что я раньше в Московской области работал, мне говорят, вот у вас в Московской области, значит, отраслевое соглашение, оно наполнено более серьёзно, чем у нас в Тверской области различными преференциями. В частности, например, 14 дополнительных дней, оплачиваемых к отпуску, ну, и другие преференции, но и это тоже, да, там и вопросы жилья, вопросы, там, наём-поднаёмы жилья и так далее. Ну, вот, к примеру, это же денег стоит, да, значит, поэтому, получается, он справедливо говорит, что, ну, если в Московской области 14 дней есть, да, то, значит, тогда нам нужно больше какие-то преференции, другие преференции давать для того, чтобы людей здесь задерживать. Значит, поэтому, получается, в Московской области есть преференции с точки зрения того, что льготная ипотека, да, эта льготная ипотека, она практически позволяет молодым людям погасить половину стоимости жилья. Очень важно. Конечно, важно. Для молодых людей это всё практически. Когда он приехал, у него Николай не двора, что называется, и если ему такую преференцию предоставить, всё, он твой. Он здесь пожил какое-то время, там, 5-6-10 лет. Вот, 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 всё, и он уже отсюда не сдвинется. Вот, собственно говоря, почему у нас при такой дифференциации в заработной плате всё-таки не все уехали из Твери, а потому что они корни пустили здесь. У них здесь много-много-много-много чего, да, и родственники, и кладбище, и родные могилы. Конечно, это тоже важно. Конечно, важно. И здесь, наверное, нужно... И здесь, вот, я, кстати, про родные могилы и про вот закрепление и так далее. Там же вот в обсуждении с президентом возникал и другой вопрос тоже. Когда говорили, что давайте рассмотрим возможность целевого направления назначения именно ребят из сельской местности, да. Значит, почему? Потому что вот они-то вернутся. А вот когда мы пытаемся в сельскую местность за миллион направить, скажем так, людей и закрепить их там, но он этнически городской. Он уже в третьем поколении городской. Он не адаптируется так скоро. Он не знает, что это такое, село и так далее. Ему поначалу кажется, что это романтика какая-то, а он приехал, попробовал этой романтики и сказал, нет. И быстро переносить в селе. Да, что-то романтика мне такая не очень нравится. Ну, здесь, наверное, еще надо, знаете, на мой взгляд, использовать весь инструментарий. Ведь кроме профсоюзов, как мы с вами понимаем, общественность может также участвовать и влиять на деятельность и органов исполнительной власти, и ведомств. И существует такая практика, как общественные советы. И ваша вторая ипостась – это председатель общественного совета при Минздраве России. Ну, нас объединяет то, что и мы с Вячеславом Анатольевичем также относимся к общественному совету Минздрава регионального. Но, тем не менее. То есть, мы понимаем и круг проблем. Вот в этой связи, знаете, нам было тоже очень интересно, почему тот же миллион, который дают для поддержания, скажем, человека для закрепления в сельской местности, не распространяется, если в эту же сельскую местность вернулся тот свой, кто уже жил. Почему не закрепить его? И мы это очень активно обсуждали. Но вот я хочу сказать, что это ведь очень серьёзный и мощный инструмент, общественный совет. Можно вот нам немножечко об этом с вами поговорить? Можно и об этом поговорить тоже. Конечно, этот инструмент, ну, я думаю, что и вы это почувствуете, Вячеслав Анатольевичем, в том смысле, что он ещё в стадии формирования и становления. Да. Нет такого понятия общественного совета, вот как он должен работать, какие, что он должен делать вообще. Жёстких регламентов не существует. Жёстких регламентов не существует. Кем он должен наполняться? Логика вроде проста, да? Значит, он должен состоять из суммы самых крупных и самых влиятельных общественных организаций. А когда мы начинаем их разбирать, эти общественные организации, то тогда, смотрите, давайте разбирать. Вот, например, если здравоохранение мы берём, ну, профсоюз работников здравоохранения. Значит, в России самый большой, самый крупный, везде самый большой. Это общественная организация. Это общественная организация, да. Значит, это раз. Дальше. Национальная медицинская палата и её представительство на территориях. Значит, ну, гораздо меньше, чем профсоюз работников здравоохранения. По оценкам раз в пять меньше. Но, тем не менее, это тоже уже значительная такая многочисленная армия. Дальше получается. Есть общество врачей, есть ассоциации врачей. А есть пациентские организации. А это отдельная вообще тема. Значит, это только те, которые связаны с нами. Профессионального сообщества. Профессионального сообщества, да. И дальше Красный Крест, но это не совсем такой, это сам профильный. И, наконец, вот огромный пласт пациентской организации. Начиная от больных с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, там, гемофиликов, ну и так далее, и так далее. Волонтёрские организации. Волонтёрские организации и так далее. И дальше вопрос возникает в том, что вот вроде бы эти общественные организации существуют, и каково их влияние, каково их наполнение, какое денежное наполнение. Вот у нас, в процессе работников взрыва хранения, был, есть и остаётся 1% взносов. И мы за эти деньги и существуем. Дальше получается, например, вот все остальные, которые я перечислил, они в основном собирают только вступительный взнос на то, чтобы отправить открытку, ещё чего-то и так далее. И всё, практически там... То есть, структура уже весьма размытая. Она уже, во-первых, весьма размытая, она не обеспечена деньгами, она в основном вот именно как общественные организации, и они на общественных началах и работают, и так далее, и так далее. И поэтому вот сразу возникает, скажем, функционал этой организации. И точно так же пациентские сообщества, о которых мы говорим, там тоже они в основном с друг другом общаются, им может быть маленький вступительный взнос и всё, и финансового наполнения... То есть, ресурс их какой административный, финансовый, небольшой. Да, я знаю, что какое-то время, ну, например, врачебные всякие сообщества, типа ассоциации и так далее, они привлекают к этому различные компании, которые им помогают с оплатой, ещё чего-то. Но это вид такой, знаете, скрытого вымогательства, и поэтому здесь тоже... Есть нюансы. Это не путь, так сказать, это ненормальный путь. То есть, это можно попросить, но если ты напряг какую-то компанию, которая тебе помогла провести что-то и так далее, там, фармацевтическую компанию, значит, что, тогда ты должен продвинуть её продукт. Получается. Или компанию, которая там продаёт, там, я не знаю, рентгеновскую аппаратуру, значит, ты должен продвинуть и купить их продукт. Надо быть очень осторожным. Значит, здесь... Могут быть конфликты интересов. Это конфликт интересов, это коррупционная составляющая и так далее, и так далее. Значит, поэтому вот нюансы возникают. Поэтому нужно смотреть, какие и как наполнять, значит, вот бюджеты вот этих общественных организаций. Я знаю, что за рубежом в некоторые страны пошли по такому пути, что они часть денег, которые работодатель платит в налоговую инспекцию за своих работников, они часть этих денег отдают работнику на руки. И говорят, значит, вот это мы заплатили в налоговую инспекцию, вот эта часть денег, которую мы тебе отдали, это деньги налоговой инспекции. Либо вы сами относите и вкладываете их в налоговую инспекцию, докладываете эти деньги до той суммы, которая должна быть. Либо вы отдаёте любой общественной организации, которая вам приглянулась. И на выполнение её уставных функций. И тогда, получается, они сообщают в налоговую инспекцию о том, что да, вот это ты. И если такая арифметика сошлась, то тогда всё нормально. И, понимаете, получается, что все общественные организации все с деньгами. То есть вот это хорошая практика, но сегодня, может быть, нам ещё далеко до идеального состояния в этом плане, но уже социально ориентированные некоммерческие организации имеют возможность получения грантовой поддержки, в том числе для социальных обязательств, которыми делится государство. В продолжение к этому мы с вами помните, когда на заре, скажем так, зарождения повторного капитализма в нашей стране, значит, что у нас денег нет. Значит, когда мы должны были вступать, получать какие-нибудь деньги на реконструкцию, банк реконструкции и развития, мы же туда должны как просители прийти, да, дайте нам денег на то, чтобы... Они говорят, а у вас система гражданского общества должна развиваться, она у вас не развивается. И наши руководители говорили, так мы же не против, только денег у нас нет. Они говорят, а мы вам поможем. И они начинали помогать нам развивать систему гражданского общества, насаждая сюда вот различную целую цепь, сеть общественных организаций и подкармливая их оттуда. Откуда сейчас взялось? Иногенты. Вот эти иногенты, вот это влияние и так далее. Потому что это наследие оттуда. Если мы хотим сохранить вот эту сеть общественных организаций, но, значит, мы тогда должны их подкармливать... Не ангажированных. Конечно, не ангажированных, а наших. Значит, тогда они должны получать и жить на деньги наших грантов или какие-то другие деньги. Гранты – это один из вариантов. А другой вариант – тот, который я сказал. Да, это очень хороший механизм. Сказать о том, что это накладно, ну, конечно, накладно. Это уменьшит наполняемость бюджета в всех уровнях сразу. Это ясно и понятно. Но когда ты понимаешь, что за этим стоит, да, и... То есть, результат оправдывает те средства. То вполне себе, да. Вот, например, одна из тем, которая на вашем телевидении должна обсуждаться очень даже широко. Потому что вот это же запрос-запрос. Вот мы создали целую кучу общественных организаций. Они функционируют так, как хотелось бы? Нет. А почему они не функционируют так, как хотелось бы? Потому что у них недостаточно финансовых ресурсов. Можно поправить? Можно поправить. Давайте искать, каким вариантом это поправлять. Ну, вот один из вариантов, например, такой. Я не говорю, что это обязательно. Я думаю, что есть и другие варианты. Я просто этот вопрос, так сказать, специально не изучал. Но вот просто то, с чем сталкивался... То, что на поверхности. Да, то, что на поверхности, то, что я сам видел, да. Очень хорошо. Скажите, а вот общественный совет, который вы возглавляете, как он участвует в организации деятельности Минздрава? Насколько его реально влияние на принятие тех или иных решений? Ну, его влияние велико. Потому что, смотри, общественный совет, общественные резонансные решения, которые Минздрав принимает, значит, они все проходят через обсуждение общественного совета. И поэтому вот все вопросы серьезные, которые имеют какое-то значение, и понятно, что они должны обсуждаться, вот мы обязательно их обсуждаем и обязательно общим советом принимаем это решение. Но это мы как бы закрываем вот эту тему, да, что Минздрав применил общественное обсуждение. И, так сказать, крупные какие-то решения прошли через совет. Есть и другая сторона вопроса, что, получается, каждой из общественных организаций, который в этот совет вошел, значит, есть определенный свой спектр влияния, понятно, и свой спектр притяжения. И поэтому мы объединены в разные комиссии по направлению. И мы эти комиссии, скажем, понятно, что там по несколько, по десятку, например, членов общественных различных организаций, которые туда входят и, так сказать, пытаются обсудить те вопросы, которые у них возникли внутри их сообщества. Вот у нас, например, в профсоюзе огромное число вопросов, которые мне уже набросали. Вот у меня уже там целый перечень. Значит, единственное, что мы сформировали общественный совет в прошлом году, прям в разгар ковидных всех дел. И поэтому, получается, из-за того, что эпидемия никак не заканчивалась, она уже все продолжается, она не закончилась, до сих пор продолжается. Какие вот существуют механизмы, допустим, обращения для того, чтобы и нам, может быть, равняться на вас и более успешные практики реализовывать? Ведь одни из приоритетов – это и решение внутриотраслевых вопросов, защита интересов как раз именно сотрудников отрасли, и в том числе учет потребностей и запросов пациентов. Так ведь? То есть, это, наверное, такие основные направления деятельности. И вот каким образом вот эта коммуникация происходит с советом общественным? Вот, допустим, запросы по проблемам каких-то групп? Ну вот запросы, которые вообще приходят и попадают в общественный совет, они могут прийти совершенно по разным каналам, что называется. Ну, первое, вот, например, наше сообщество знает, что я председатель в общественном совете, и поэтому вот… Профсоюзное такое. Да, профсоюзное лобби. Они напрямую пишут мне, да. Значит, дальше получается, кто-то, очень много сейчас у нас продвинутых пользователей и так далее, они понимают, что существует общественный совет, они посмотрели положение об общественном совете, и они направляют сразу Минздрав в общественный совет, могут на мое имя, могут просто в общественный совет, могут на имя министра, но какой-то вопрос такой, который требует обсуждения общественного совета и так далее, министр тогда обращается ко мне, чтобы мы рассмотрели все этот вопрос. Поэтому вот каналы, они различны. Но здесь, конечно, тоже нюансов много еще. Вот понимаете, вот когда мы говорили о том, из кого совет состоит, да, ну вот я вам назвал самые крупные, да, и дальше, а дальше начинается представительство. И вот, например, получается, самая крупная организация – это мы, профсоюз работников здравоохранения, два, с лишним миллиона объединяем. Значит, и представитель от профсоюза – один. А, например, Национальная медицинская палата, она в пять раз нас меньше, а представителей – семь. Понимаете, и здесь вот… Дисбаланс. Да, где баланс, где дисбаланс, кто там должен входить. А там дальше вот все же что-то изменяется, вы абсолютно правильно сказали, конфликт интересов, да, потому что мы, когда начинали все эти общественные советы, они из кого в основном состояли? Это были какие-то руководители крупных институтов, еще чего-то и так далее, потому что они сами себе величины в своих отраслях, да, там, рентгенолог, да, еще кто-то, главный рентгенолог, главный эндокринолог, главный и так далее, и автоматически они сюда все входили. А потом выяснилось, ребята, а вы, получается, все директоры, а раз вы директоры, значит, конфликт интересов, значит, тогда вы определяетесь, значит, да, вы возглавляете и общественной организацией, но тогда ваша общественная организация будет представлена не вами, а представителем вашей структуры, пусть надо быть второе лицо, но не будет общественного конфликта, вы видите, какая речь? Да, да, очень тонкие грани здесь, да. Конечно, и пошли вот эти грани, это все вносилось в законы, это же законы сейчас эти, регламентирующие, и получается, поправки все время вносятся, 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 вносятся. Нарабатывается опыт, это естественно. Конечно, нарабатывается опыт, и ничего здесь плохого нет, это просто обычная нормальная жизнь, нормальная, что называется. Это как мы сейчас сказали о том, что надо приступать к тому, чтобы решить вопрос выравнивания заработной платы. Но если мы будем готовиться, 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 и никогда не приступим, то мы тогда никогда и не сделаем это. Да, вот мы будем думать, что мы все продумываем. Никогда в жизни всего продумать невозможно. Все равно нужно ввязываться. Делать первый шаг. Конечно, надо ввязываться в бой, а там по пути разбираться вообще, что правильно, что неправильно. Когда грянула беда, никто из медицинских работников не остался равнодушным. Вот никто. Вот надо было идти в зоны, ведь они же пошли. И никто тогда вообще не думал ни о наградах, ни о чем другом. Просто надо и надо – это долг. И они пошли за этот нижайший поклон. Дальше, получается, когда они работали, наши коллеги, родственники, собственно говоря, мы же все так интимно связаны. Я, например, представляю династию 200-летней, свыше 200 лет. Поэтому все вокруг меня, мои родственники работают и так далее, и в красных зонах и так далее. Понимаете, ведь никто ничего не побоялся, вот пошли выполнять свой долг. Раз пошли выполнять свой долг, то люди, которые в этих красных зонах лечились, просто обычные пациенты, они видели вот это отношение. И выйдя оттуда, только слова благодарности за то, каким образом помощь эта оказана. И они видели, что никто не халтурит, никто не работает и так далее. За это огромные слова благодарности, просто огромнейшие. Почему? Потому что вот этот труд, вот то, что произошло, оно изменило отношение общества к здравоохранению. Значительно его улучшив, просто значительно. Никогда такого не было. Ведь, посмотрите, у нас появились свои герои труда. Герои. У нас учреждены орден Николая Ивановича Пирогова, учреждена медаль Луки Крымского. Награждены тысячи людей, тысячи. И по заслугам награждены. И мы понимаем, что далеко еще не хватает всех этих наград. И мы сделали свои профсоюзные награды. И сегодня в том числе вручали некоторым нашим коллегам эти профсоюзные награды в том числе. Мы понимаем, что нужно обязательно сказать людям спасибо. Поэтому от всей души, конечно же, я говорю спасибо за то единение, тот труд, за чувство локтя, сплоченности, которое было. И за то, что вообще медицина в прошлом году, и в этом году это все еще продолжается, она сплотила общество. Здравоохранение сплотило общество. И это тоже дорого стоит. Это еще один... Помните, когда президент говорил, надо искать скрепы. Скрепы. Это вот один скреп такой. Очень мощный. Мощный и надежный скреп. Поэтому я от всей души поздравляю всех с наступающим праздником, День медицинского работника. Желаю, ну что желаю. Желаю, конечно, всего самого доброго, самого лучшего, чтобы все было хорошее, чтобы все плохое осталось позади, а впереди было только лучшее. Но мы, конечно, с Вячеславом Анатольевичем будем стараться сделать, так сказать, вашу и работу, и зарплату получше, чтобы достойно смотреть. Да, кстати, ведь ковидные выплаты, которые пошли, потом социальные выплаты, они превратились в социальные выплаты, и так далее. Это, конечно, повысило благосостояние наших работников. И я уверен совершенно, что нам удастся не вернуться на тот уровень, который был совершенно точно, что у нас зарплата точно повысится после всех этих вещей, потому что люди поняли важность, значимость медицинской профессии. Поэтому желаю нам с вами и зарплат побольше. Это очень важно, потому что не святым духом люди питаются, это действительно важно. Действительно низкий поклон и слова сердечной благодарности людям в белых халатах, мы присоединяемся к поздравлениям с профессиональным праздником, ну и, конечно же, будьте здоровы. Это была программа «Тема дня», и с вами я, Сергей Рогозин. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин